А вы там у тебя вопросы приготовили, да? Да. Нет. А вы готовились? Конечно, нет. Когда готовили? Вы ведь из интернета вытаскивали. А там половина... А надо из книг? Знаешь, в чем дело? Там половина интервью, которые там мои фразы какие-то. Я этого не говорил. Самое последнее смешное было, самое последнее. Я нахожусь во Владивостоке. А утром Алексей Панин в городе там каком-то устроил скандал, блядь. Я просыпаюсь во Владивостоке. Я даже не в этом городе, блядь. Меня люди встречают и говорят, вы знаете, а вы же другой. Почему же просто эту хуйню говорят? Вот честно поговорим. Я никогда не скрывал, с кем мы сосали, у кого сосали. Ты делаешь это под объебосами. А что, что никто не нюхал? Потом все, ах, Панин голый ты, вот журналисты, сволочи. Люди этого не понимают. Над вами Европа, смеется. Зачем ты выкладываешь тысячи фотографий? Блядь, мне очень стыдно. С недавнего времени ты появился на Ютубе. Сначала это был проект Хайповости. Я смотрела, мне понравилось. А затем проект Погружение. Чья это была идея? Ты прямо скажешь, ты блогер, да? Да. Очевидно. А у тебя, нет, я знаю тебя. Я знаю, что ты знаешь меня. Ты комментил мои посты. Я подписан на тебя, был. Просто у меня такая история. Я вообще не интернетный человек ни разу. Не раз, вообще. У меня даже телефон кнопочный. Ну, скажем, недавно. И поэтому мне еще более интересно, как ты появился на Ютубе. Что это за проект? Рассказывай. Это же не мой проект. Я сейчас тебе расскажу. Был такой канал Live News. Да. Дружко шоу они же делают. Да. И канал Live News, насколько я знаю, он сейчас лишен лицензии телевизионной. Они больше не вещают, как телевизионный канал. А продюсеры канала стали влезать в какие-то новые... Вот в интернет пространство они стали влезать в Ютуб. А сейчас все рвутся на Ютубе. Посмотрим, кто же из моих пиздюков вырос за это лето. О, Соболев. Соболев вырос. Дудь. Тоже молодец. Ну, Жараховым и так все понятно. Куда же ему еще расти-то? О, стой. Дневник. Это Хача. Для меня, честно скажу, я не хочу никого обижать. Я только хочу, чтобы вы правильно поняли. Для меня все это самодеятельность. Ну, вот я имею в виду не канал Хайповости. Потому что это делают журналисты. Я не говорю не про тебя с мобильным телефоном. А я говорю тоже не про себя, я говорю про всех. А когда человек выставляет себе перед собой мобильный телевизионный, и он типа серьезно вот так вот что-то там... Это должна быть... Все-таки это должен быть продукт. Вот мы сейчас делали в Хайповостях пародию на немагию. Я не знаю, что такое немагия, честное слово. То есть ты делал пародию не посмотрев это? Мне показали. Вот две секунды я сказал, берите эту самодеятельность. Они же серьезно там что-то разыгрывают, пытаются как-то побыть похожими на каких-то людей из телека. Да наоборот не пытаются. Парни сидят напротив обоев. Я тебя умоляю, высказывай свое мнение, ну пусть высказывай. Я к этому отношусь как к самодеятельности. Я не знаю имена Хованский, сейчас уже знаю, Поперечный. Я все узнал благодаря... Это все у меня скачок произошел за последний месяц. Я клянусь вам, я не знал слово гнойный. И мне произносить это вслух... Даже сейчас... Ну сейчас уже я езжу, произношу это гнойный, я уже привык. А мне это даже противно произносить. И когда Ваня Урган на Первом канале вдруг это произносит, я думаю, куда катится мир. Ну ладно я, ну ладно я в Ютубе это говорю. Ваня, ты на Первом канале, ты интеллигентный человек из культурной питерской семьи. Как ты можешь вообще это произносить? То есть для меня все эти гнойные, поперечные, слово рэп-баттл, я понятия не имею, что такое рэп. И к рэпу я отношусь так же, честно сказать, как к Ютубу. То есть то, что на тебя выпустил дисс Поперечный, ты реально узнал через год. До сих пор не видел? Нет. Ты записал ему ответку? Не видел. Эй, Панин, ты сошел с ума, в этот раз ты разослил собак. Не нужно нюхать жопу, знаю, о тебе каждый факт. Единственное, что я видел, это то, что в Ютуб, вот когда хайпово все снимали, в студии, как называется вот эта вот, ну, плазма, она по телевизионному как называется, пустили, ну, там как-то, пустили его изображение. Я знаю, что он в какой-то шапке, в какой-то костюме у гаража кривляется. Звук не пускали. В шапке, в костюме собаки. В костюме собаки. И звук не пускали, я даже не видел, не слышал этого, то есть мне сказали, надо записать, снять, я говорю, давайте. По поводу хайповости, меня пригласили вести, во-первых, они назывались хуёвости, а не хайповости, когда меня звали это делать. То есть ты соглашался на программу с таким названием? Нормально, почему нет? Хуёвости, да, мы собрались с ними хуёвости. А, кстати, по поводу бабла, сколько за это платят вообще? За кого? Ну, за хайповость. Съемочный день. Съемочный день, да. Притом, опять, даже не киношный съемочный день, я получаю, ну, грубо говоря, наверное, 30 тысяч за, ну, вот, за студию, и если мы снимаем какую-то подсъемку во вторник, иногда бывает, иногда не бывает, что-то 20. Рублей. Да, да, да. Леш, а кто придумал логотип хайповости, который в ютюбе? А какой он логотип? Ну, там собачка с галстуком. А это же не собачка с галстуком, насколько я помню, это не логотип хайповости. Это эмоджи собачка с галстуком. По-моему, там, я не помню, честно говоря. То есть ты его не одобрял? Не-не-не, да мне пофиг вообще сейчас. Пофигу? Хорошо. Это то же самое по поводу рэпа, когда мне много людей сували. Я никогда не слушал рэп, мне нравится Настя Каменцкая с Потапом. Они уже расстались. Ёпт. Вот такой недавно. И мне нравится Серега, да? Черт, нормально. Он уже не поет, тренажерным залом занимается. Вот я долго не мог понять феномен рэпа. Мне говорят, текст, послушай текст. Я слушаю. Думаю, ну я же это читал. Ну, Есенин, я читал Есенина. Мне это уже не входит. Мне, ну как, я читал такие другие книжки. И фильмы смотрел другие. А в людей входит. Я понял. Рэп рассчитан на не очень образованных людей. Да, хорошо. Но я тут же встречаю на улице своих друзей, которые образованы. И они тоже слушают рэп. Ну просто кому-то нравится, кому-то не нравится. Тут не как Симирон этого смотрел. Нет, нет, нет. Я сейчас говорю хотя бы о таких вещах, которые вообще считаются там... Давай, каких еще рэперов ты знаешь? Мне просто интересно. Я Басту слышал. Да, гнойный слово выучил. Я знал вас. Гнойный, мне кажется, он не рэпер. Нет, не знаю. Тимоти рэпер? Тимоти? Не знаю, не факт. Все? Все. Когда ты последний раз снимался в кино? Осенью. Что это было? В фильм «Борщ». Я не мог понять, зачем мне нужен этот фильм. Я даже... Я сценарий редко читаю. Вообще-то, наверное, за всю свою жизнь я прочитал всего несколько сценариев. Угу. То есть соглашался, не глядя всегда? Я всегда соглашаюсь. Я говорю, расскажите мне на словах. У меня все время была аргументация, для чего я снимаюсь. То есть, если это, например, какие-то режиссеры, как роман «Бываян», Алла Сурикова. Ну, блядь, зачем мне нужны их сценарии? Это люди, которых я уважаю только за то, что они вообще существуют на этой планете. Угу. Потому что у Аллы Суриковой снимался Андрей Миронов. Мне Алла Сурикова предлагает главную роль. Я снимался в ее последнем фильме «На пленку». Так. Ну, что я буду читать сценарии? Что это изменит? Что я прочитаю сценарий и скажу «Алле инишней?» Нет, я не буду. Кто такой? Я, кто такой Алла Сурикова. Я буду. Сколько картин было за этот год? За этот один. Мало? Да-да-да, представляешь? А почему только один сейчас? Наверное, это необъяснимо. Это жизнь. Почему раньше параллельно Бондарчук и Сурикова, и Балабанов, и сериал? Как ты можешь ответить на этот вопрос? А сейчас только один. Как ты можешь ответить на этот вопрос? Это пространство. Ну, ты никак это ничем не связываешь? Это пространство. Это цикличность. Это жизнь. А как ты можешь ответить на вопрос, что Николай Рыбников, самый востребованный артист Советского Союза, не снимается в кино десятилетиями? А как ты можешь ответить на вопрос, что Люся Гурченко 15 лет не снималась в кино? Люся Гурченко в свое время не наделала кучу шума на непотребных вещах, как ты. Есть ли такое, что... Каких? Что, каких? Каких непотребных вещах? Скандалы, которые вокруг тебя сегодня, они несколько могут помешать, как мне кажется, киношному образу. Ты понимаешь, не могут, не могут, потому что... Потому что скандалы вокруг меня были всегда. Я не помню, Леш, во время жмурок, чтобы были какие-то скандалы. Я могу открыть тебе интернет, и скандалы об Алексею Панине были всегда. Они не мешали никогда, ничему. Вот единственный... Скандал напился и побуянил в гостинице, это одно. Да, да, да. А другого рода за последнее время? Сексуального характера, это другое. А какого рода сексуального скандала? Ты о чем? Это для тебя... Вот ты что-то в интернете там живешь, там нашла, посмотрела. Так. Иосиф Давыдович Кобзон даже не знает об этом. И когда Иосиф Давыдович Кобзона спрашивает про Панину, он говорит, Панин, талантливый человек. А Иосиф Давыдович Кобзон, когда приезжает куда-то и знает, что... Иосиф Давыдович Кобзон не снимает кино. Я тебе сейчас объясню. Я тебе сейчас объясняю. Смотри, как это видят люди со стороны? Вот люди, которые... Объясняю тебе. В кино людям. Вот мы, когда какая-то такая хрень возникла, почему кто-то вышел в чулках? Какая реакция у людей? Да ржут все. Просто говорит, Панин, это видео прислали. А потом приходит продюсер и говорит, да не нужен мне, мне нужен Козловский. Какой Панин? Нет, поверь мне, ты можешь хоть Красную площадь сжечь. Это никак не повлияет на твою работу в кино. Потом, понимаешь, я тебе еще раз объясняю. Когда ты на съемочной площадке пьяный устроил скандал, дебош, вот это может повлиять на твою работу в кино. А на то, что кто-то там, блядь, напился, нанюхался, пьян... А что никто не нюхал, что ли? Что никто не нюхал никогда? И никто не знает, какие последствия от этого бывают. Никто не знает... Да люди ржут. Люди прикалываются. Мне рассказывали люди, да прикалываются. Сколько же вы нюхали, обнюхали. Да, вот вы дали. Да всем ржут. Короче, по поводу всей этой истории. Ты ходишь в дочери... Скажи подробно, по поводу чего? Именно с бывшей женой, когда у вас был конфликт. Ты имеешь в виду матерь моего ребенка? Да. Почему скандал с ребенком 10 лет назад оказался в медиапространстве? Да. 10 лет назад? Да. Я не знаю. Наверное, потому что 10 лет назад Юля стала какую-то защиту искать. Я не знаю, почему. Она пошла на телевидение. Я не помню, я был 10 лет назад. Вот ты говорила, мы с тобой начали говорить о том, почему. Вот было много кино, потом мало, потом еще что-то. Это пространство, это цикличность. Было вот сегодня много, а потом происходит жизнь. Такой момент, ни с чем не связанный. Ни со скандалами, ни с чем. Вот вчера вот это все было. У меня расписанный график на полгода вперед. Уходит моя жена, Люся. И вот как пазлы. Дун-дун-дун-дун. И все. И ты потом так раз, а вокруг тебя какие-то непонятные люди. А потом увезли дочь. И потом я так вот очухался, я понимаю, аж где я, что со мной. И я просто встал и поехал искать своего ребенка. Я год жил в Ленинграде, мне помогали люди случайно на улице деньгами, я не работал. Я искал своего ребенка, жил в машине, писал в бутылочку иногда. Я сидел в тюрьме, я искал своего ребенка. Я отказался от всего. От работы, от всего. У меня была только моя дочь. Я посвятил этому 10 лет. Скандал, война, как это называть. Вот эта вся история с ребенком, она длилась 10 лет. Она наконец закончилась. Леш, сегодня ты ходишь на «Пусть говорят». Это в зависимости от гонорара. Последний раз мне заплатили 400 тысяч. То есть дело в бабках. Малахов. Был скандал, и Малахов мне говорит, Леша, не надо ходить. Я говорю, хорошо, окей, не делаем. А Малахов еще ведущий. Он говорит, давай мы с тобой сделаем на ютубе программу нормально с тобой. Моя дочь меня не видит ни в чулках, ни пьяным, никаким. И вдруг, пусть говорят, начинают поднимать цену. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. И я Андрюхе звоню, говорю, Андрюха, они поднимают каждые 5 минут. Каждые 5 минут, говорю, что делать? Он говорит, проси полмиллиона. Я говорю, я уже согласился на 400. Они говорят, ну хорошо, идем. Вы извинились, и на этом все закончилось, да? То есть вы пришли, извинились, а теперь сидите дальше с телефоном своей играете. Нет, я как раз хотел продоваться. То есть вы не здесь. Да вам не нужен ребенок. Вы ко мне сразу сказали, что я должна заниматься чем-то. Зачем вам ребенок? Отдайте его тогда маме. Конце до концов. Зачем вам? Зачем ты ходишь на эти правила? Почему ты не оставил весь конфликт дома? Не разобрался чисто по мужски? Это не я. Я здесь причем. Понимаешь, какая история? Нам с Мюсей приходилось в какой-то момент уже просто отбиваться. То есть нам, по большому счету, было уже все равно, что говорят. Ну и огромный поток вот этого говна, этого несправедливости у нас. И мы стали отбиваться. Просто когда Нюсик, как в свое время, приняла решение, уже будучи взрослой девочкой, когда я была там, да? И она сказала, я хочу жить с тобой. Я говорю, Нюс, ты понимаешь, что теперь, вот как раньше, я не смогу один, что я папа забрал, папу увез. Если ты принимаешь это решение, что ты хочешь быть со мной, мы теперь вместе. И теперь, когда Нюся, например, на программе Шепелева детектора лжи узнала, что я иду встречаться с Юлей, Нюся никто туда не звал. Она просто на кухне сказала, папа, я хочу пойти с тобой. Я говорю, ты понимаешь, что там будет мама? Я говорю, да. Она говорит, я хочу быть рядом с тобой. Твоя цель, почему ты ходишь в эти программы? Когда? Во все. Я не хожу сейчас. К Малахову ты пошел зачем? За деньгами? Я не хожу сейчас. Ты пошел к Малахову? Я же тебе сказал, да, потому что подняли цену. Только деньги? Да, но заплатили 400 тысяч. Приду-посижу, вот так в телефоне поковыряюсь, мы заплатили. На детектор взрослой, зачем ты пошел? Потому что нам приходилось отбиваться от какого-то очередного потока негатива в нашу сторону. От журналистов. От них не отбиться таким образом. Нет. Чем больше ты реагируешь, тем больше ты подкидываешь дар. Тебе или не знаете в этом как актеру? Нет, нет, нет. Просто какой-то очередной поток грязи вывалили. Панин прячет ребенка, но на самом деле ребенок хочет жить с мамой. Знаете вам ребенка? Вот вам ребенок и разговариваете с ребенком. О чем хотите? Да умолчи ты, да пошли ты их нафиг. Что значит зачем? Зачем ты таскаешь бедного ребенка на пресс-конференции? Объясняю, потому что она захотела. Объясняю тебе, что значит зачем? Когда НТВ смонтировали эту липу с собакой в преддверии нашего суда с Нюсей, мы же все знали, что это липа. Мы-то смеялись. Первая, кто позвонила, Толкалин и ржет. Панин, что у тебя собака? Я говорю, Люба, блядь, они вообще охерели. Говорю, ну я уже все видел. Но чтобы опуститься до такого, это же такое днище, на что наше телевидение, федеральный канал опустился. Они монтируют видео с собаками, и мы с Любой ржем. Хотел это с конем ему организовать. Партнерша Панина по фильму молодая девушка. Она с интересом наблюдает за происходящим и принимает активное участие. Как ты об этом узнал? Давай начнем сначала. Сообщили за несколько дней до того, как программа НТВ выйдет в эфир. Друзья-журналисты сказали, что про меня собрали такое видео и будет такая херня. Твои действия? Никаких. Почему? Потому что это неправда. Зачем мне? Какие мои действия? Что я должен сделать? Ну а если завтра скажут, что... Хорошо, выходит видео, ты понимаешь, что ажиотаж вокруг этого нарастает нешуточный. Я вообще послал сначала. То есть я как бы, ну как бы даже отмахнулся. Меня начал накручивать там Андрюха Ковалев, мой товарищ, олигарх, певец, музыкант, мой друг. Леха, надо ответить. Это он такую волну поднял. Это он стал срав... Это мы стали делать скриншоты и проверять пленку, экспертизу, что это фальшивое, не фальшивое. Если это видео сделано давно, тогда спрашивается одно. Почему у человека на видео на крупном плане седая голова сбоку и сзади? У меня сейчас такая седая голова. Но тогда, когда не было татуировок, я был идеально, не черный, но они были идеально коричневые. Брунетом был. Они были идеально коричневые волосы. Почему просто не подать в суд? Одна маленькая нюанс. Мы не можем об этом сказать публично. Катя Лель дала очень крутого адвоката. Эльмана. Очень крутой адвокат. Мы же не такие лохи, которые просто... Почему бы не подать в суд? Подать. Попросили одну компанию киношную, чтобы сделали все документы, договора, все, чтобы это подвести под то, чтобы канал вынести. Ковалев сказал, я за это платить не буду, потому что это столько не стоит. Все друг с другом переругались, послали все это нахер. Леш, ты же мог один это сделать. Зачем для этого денег? А Леша, это не надо. Я живу своей жизнью. Все на тебе решили денег заработать. Это целая своя возня. Ну зачем? Потому что в этом нет никакой логики. Если бы вы могли подать в суд, если бы вы знали, что вы выиграете, вы бы это обязательно сделали. Выиграли бы. Заработали бы на этом денег. Нет, в том-то и дело. Опустили бы НТВ. Объясняю тебе. И это ставит под вопрос, подлинное было видео или нет. Может быть вы знали, что выиграть вы не сможете. Мы сделали экспертизу. Да нет, мы сделали экспертизу. Видео поддельное. Мы провели экспертизу. Это ты говоришь так. Если хотите узнать, что я думаю о Путине и о нашей стране, то посмотрите Ксению Собчак, все ее выступления. Я подписываюсь под каждым ее словом. А что ты сводки на Путина? Я в жизни пойду голосовать. Я проголосую за Ксению Собчак, вернее за ее позицию против всех. Вот Ксения Собчак, не должна она была на американском канале гнать Крым. Она же права. Я самый ярый, был всегда человек, который говорил, верните Крым. У меня роман сделает, как он нам было в 18 лет. Верните Россию или верните Украину? Конечно, Россию. Крым русский. Вот Россия забрала Крым, как Владимир Жеглов. Подбросив кошелек в карман и домой. А Ксения Собчак говорит, как Шарапов. Крым-то русский. Ну, по закону, чисто вот, ну, отжали, отжали. Как бы я сделал, я бы тоже отжал. Можно я у тебя быстро еще спрошу? Ты вот это видео в чулках и так далее, кто это снимал? Наша свинговская компания. Ну, кто-то из твоих, ты знаешь этого человека. Конечно, да, мы все вместе. Где это видео хранилось? В планшетах, ну, в сети. В планшетах у одного человека у нас? У меня, да, у кого-то еще. Это был твой планшет? Да, да. Он снимал на твой планшет? Она. Это видео хранилось у тебя в планшете. Каким образом оно попало? Что-то взломали, как-то достали, понятия не имею. У меня мой инстаграм взламывают постоянно. В смысле, это же не в инстаграме лежало? В контакте, скорее всего. В смысле, ты положил это в контакте? Да, да, да. В вашу группу какую-то? Ну, никакая группа, я не знаю, что такое группа. Ты выложил в контакт видео в кого-то? Нет, скорее всего, просто пересылали друг другу. Сообщения? Ну, пересылали сообщения. Ты можешь предположить, что это кто-то из вашей свингерской компании сделал? Почему нет? Ну, я знаю. Как ты считаешь, кто это сделал? Сломали. Я не очень в этом разбираюсь. Ну, взломали и взломали. Проблема в другом. Проблема, если бы мы просто там ходили в чулках, это прикольно, вообще супер. Это огромное количество людей тоже поржало, посмеялось, и ничего в этом нет. У меня огромное количество из фотографий в чулках, в зеленых, в белых, и жена снимала, и все. Дело в другом. Просто мы нюхали. Там такой высохшие тела. Блин, мне очень стыдно. Пинитрович, что ты некрасивый на экране, батюшки мои. Какой счастье? Вообще. Давно не нюхаешь? Я вообще никогда не нюхал. У меня просто так... А, никогда не нюхал? Да, у меня просто... Они нюхали, а ты не нюхал. Нет, я сейчас тебе объясню. Я и наркотики, они всегда были в разных плюсах. У меня цыгане, шампанское, кьяру, то есть у меня водка, огурцы. Барские замашки. У меня такая же жизнь. Наркотики в моей жизни, то есть как кокаин, да, вообще других слов я даже не знал. Они присутствовали там, знаешь, несколько раз в жизни, при том даже там моя жена, наверное, больше с этим была знакома, чем я. То есть для меня это было что-то из области вообще какой-то... Твоя жена Люся? Да. Она была тусовочный человек, она была клубный человек. Она в этой жизни как бы больше разбиралась. Не то, что она наркоманка, нет, она просто... Я даже у нее какие-то вопросы задавал по этому поводу. А познакомила она тебя с этим? Нет. Люся не имеет к этому отношения. Я просто сказал к слову, что там моя жена, мои близкие, намного там, мои друзья-артисты, певцы. Мы же не будем сейчас открывать имена людей, которые... Нет, ради бога. Поэтому все к этому относятся с юмором. Дурка. Угу. Кто? Она из нас на палубе не блевала, да? Вы гонопиваете, да? Ну так. Классно. Хотите, знаю. Я не могу до 27-го. Что значит до 27-го? Я такие посты себе ставлю в жизни. Посты? Ну, надо отказываться в жизни от того, что тебе сложнее всего отказываться. От сигарет, например. Я курю, я умирать буду, а в гроб сигарет положится. Я курю по одной сигарете в день. До 27-го. 27-го я неделю буду курить. Вот как собака, блин. Просто одну за двойной. Ну это же, блин, а не лучше постепенно, но по чуть-чуть. Ты просишь пространство, чтобы тебе дали что-то, а ты взамен отдаешь ему что-то. Я хочу встретить принца на белом коне. Из-за этого я не буду, вот что тебе сложнее. А что, работает? Ну, всю жизнь работала. Вообще, буддизм, вся эта история на этом построена. Ну, да. Скандалы хорошо оплачиваются сегодня в нашем. Я не знаю. Даже хайповости, которые ты обыгрываешь свой образ с этой собакой, у тебя на логотипе собака, на всех фоточках, ты сам смеешься над этим постоянно в Ютьюбе, в Инстаграме, везде. Ты реально на этом сегодня зарабатываешь? Нет, ты сейчас как-то... Я спрашиваю, сколько? Нет, ты сейчас как-то... Я ничего не обыгрываю. Я ничего на этом не зарабатываю. Теперь собака, ты еще, блядь, стыд на тебя за меня. Пошли, пошли. Я думал о каждом живом существе. И я любил всех. Я введу налог на шутки про собак. Ты говоришь, моя личная жизнь – это моя личная жизнь. С кем я сплю, как я в каких чулках хожу – мое. Зачем вы в это лезете? Зачем ты выкладываешь эти фотографии? Это мы же на Одессе, Чкаловске. Зачем ты говоришь о том, что люди лезут в твою личную жизнь? И с кем ты и как трахаешься, никого не интересует. Почему ты выкладываешь фотографии себя из жены, бывшей, в голом виде? Потому что для нас это нормальная среда обитания, нормальное естественное существование. Для чего люди выкладывают фотографии? Ты понимаешь, что на это люди отреагируют? Не понимаю. Я могу тебе показать огромную страницу семейных пар, европейцев, испанцев, которые нормально фотографируются, голые, везде. Это нормальная среда обитания, город Камдак. Зачем ты… я понимаю. А зачем люди выкладывают фотографии в купальнике? Зачем ты предъявляешь людям потом претензии? Я не предъявляю. Предъявляешь. Ты говоришь, что вы лезете, я в чем хочу, то и делаю. Так и сиди, ну как бы, ну и занимайся этим дома и в своих группах со свинцами. Зачем ты говоришь, смотрите, я голый, а потом все, память голый ты. Вот журналисты сволочи, опять говорят, что я… Послушай, что говорят? Пусть говорят правду. Я никогда не скрывал ни о том, с кем мы сосали, у кого сосали, с кем мы спали. Смешного-то в этом нет, ничего. Мне жаль вас, что вы себя ведете так же, как наша комедий-клаб. Я пытаюсь разобраться. Над вами Европа смеется. А над вами смеется Россия, потому что у нас это все-таки не принято. И выставлять голые фотографии, ходить в чулках, сосать хуи, как бы, понимаешь, люди этого не понимают. Большинство людей этого не понимают. Для тебя это нормально, потому что у тебя расширенное сознание за счет алкашки и, может быть, каких-то еще допингов. Понимаешь? Свингеры даже не выпивают. И ты никогда не бухал вообще ни разу в жизни водочки из запотевшей рюмочки. Никогда, ни одной раз. На свингерских тусовках? Нет. Вообще. Люди приезжают заниматься сексом. Ты делаешь это под объебосами, понимаешь? Абсолютно точно. Нет. Минус, что это все не в адеквате. Ты не слышишь меня. Когда на тебя орут мусора, ты начинаешь трочить. Это адекватное поведение. Ты не слышишь меня. Я тебя слышу прекрасно. Я слышу, что ты распыляешься и пиздишь. Что значит, я делаю неадекватно? Не понимаю. Я еще раз говорю. Адекватно это было все-таки. Я никогда не вру. Я готов ответить на каждый вопрос честно. Свингерская тема. Да ты чего? Какие объебосы? О чем ты говоришь? Люди занимаются сексом. Не стоит элементарно. Когда ты что-то понюхаешь, как ты будешь заниматься сексом, если у тебя ничего не будет ставить? Это свингерская тема. Лёв, скажи, пожалуйста, а свингерские тусовки, это такая сексуальность повышенная? Или, ну, просто вот скучно жить? Это люди, которые хотят, ну, как, это сексуальность, конечно, да? Но ты же... Скучно с одним человеком? Или... Скажи, пожалуйста, ты не смотришь порно? Конечно, смотрю. А тебе не хочется два мужчины, три? В порно посмотреть или в жизни? Нет, вообще, в жизни. Ты не представляешь себе? Чисто гипотетически, не знаю. Ты представляешь себе? Представляю. Ты ответила на свой вопрос? Гипотетически. Ты ответила гипотетически на свой вопрос? Женщина не может с одним, а хочет несколько. Это нет разницы между мужчиной и женщиной. Это... Как? Я хочу и могу с одним. Хочешь, будь с одним. Это чеческая природа. Ну как? Задали вопросы, почему женщина хочет 10 мужиков? Почему она хочет одновременно и сосать, и чтобы ее трахали? Почему? Ну потому что это твоя фанта, это твоя природа. Вот ты актер по натуре? Не знаю. В том-то и дело, я не актер по натуре. Это вот желание всего публичного. Публичного секса, публичных скандалов, такая работа публичная. Ты не слышишь меня? Все, что вокруг меня создали, создал не я, а эти средства массовой информации, которые, как ты говоришь, на моем имени хотели хайпануть. Ах, да. Да, она не права. Остановись, ты же мужик. Остановись, ты же умней. Куда тебя несет? А Леша начинает доказывать. А если Леша выпил, он начинает доказывать громче. Ты прав, Леша. Только тормози. Зачем тебя понесло? Просто ты не умеешь тормозить. Как ты считаешь, талант имеет срок годности? Нет. Его нельзя пропить? Нет. Талант это... Талант... Это долгий разговор. Невозможно ответить однозначно, что такое талант. То есть во всей этой кутерьме свою профессиональность и профессионализм свой ты не растерял? Я один из лучших. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok